В Рамануша Самбрадай был один брамачари, очень хороший брамачари. Каждый день в саду он собирал цветы, туласи, и пригласил их для служения божествам, совершал пуджи, был эканишха, предан только Господу. Что однажды произошло? В саду он собирал прекрасные цветы и туласи, воспевал имена Господа. В это время мимо шли две сестры, две продажных девушки. Старшая была красивая, но младшая еще прекраснее. Они шли мимо брамачари, и старшая сестра сказала младшей, смотри, какой садху, воспевает имена Бога, служит Господу. Какая у него замечательная жизнь. Младшая сказала, да знаю я всех этих святошь. Они святые только тогда, пока не увидят меня. Ты даже не подозреваешь, насколько сильна Майя. Все они попадаются на ее уловки. Что это за садху такой? И так они начали спорить между собой. Старшая говорила, что так нельзя думать, а младшая говорила, а что если я сделаю так, что этот садх упадет? А старший говорит, нет, не делай так. Итак, постепенно что она сделала? В один из дней, когда садху собирал туласи и цветы, полил дождь. В это время младшая сестра одела тонкие одежды. Под водой ее одежды намокли, и тело стало просвечивать. В это время она подошла к месту, где был Барбимачари, который собирал туласи и цветы, и начала очень громко звать на помощь. Спасите, спасите, я погибаю. Есть ли кто-нибудь? И Барбимачари увидел, что это женщина, и подумал, что неблагоприятно для него приближаться к женщине. Но эта девушка так громко кричала, так громко звала на помощь, что садху не выдержал, ведь у святых очень мягкое сердце. И когда он подошел посмотреть, кто же там погибает, то он увидел эту девушку, которая дрожала от холода. Он посмотрел на нее, а она уже в это время сделала вид, что потеряла сознание. Он решил спасти ее. Но это проявление Майи, когда он взял ее, чтобы отнести и спасти, он прикоснулся к ее телу. Оно было покрыто тонкой одеждой, намокшей от воды, через которое тело просвечивало. И поэтому ум садху помутнился. Раньше он был поглощен служением Боговану. Что же произошло дальше? Эта младшая девушка после этого случая начала проходить мимо садху и благодарить его за то, что он спас ее. О, Баба! О, почтенный! Ты такой милостивый! Большое спасибо тебе за то, что ты помог мне тогда. Так она каждый день проходила, благодарила его, и что-нибудь ему также приносило в знак благодарности. И постепенно ум этого брамачари все больше привлекался этой девушкой. Так постепенно она полностью завладела его вниманием. Этот брамачари был пуджари, служил Господу, и постепенно он начал сладкие фрукты и сладкие угощения посылать этой девушке, поскольку влюбился в нее. И Гастакураджи, божество, подумал, ну ничего себе, мой сэвак, вместо того, чтобы мне предлагать сладости и вкусные, и вкусные фрукты отправляет это продажной девушке, а не предлагает мне. Такураджи очень забеспокоился за судьбу своего сэвака. Божество Такураджи очень милостиво, и он всегда старается защитить своих предных, чтобы они не пошли неправильным путем. Поэтому Такураджи что предпринял? Он украл свою собственную золотую тарелку и поместил эту тарелку в дом продажной девушки. Утром обнаружилось, что золотой тарелки нету. Куда же она могла деться? Ее искали и нашли в доме продажной девушки. Удивились, как же эта тарелка оказалась там. И потом стали выяснять, кто знаком с этой девушкой. Выяснили, что Поджари знаком с ней. Он ходит к ней в дом. И подумали, о, так это, наверное, Поджари украл золотую тарелку божества и принес ее девушке. Рассказали об этом царю. Царь в гневе велел бросить этого Брамачари в тюмницу. Он сказал, вор, как ты смел украсть у божества золотую тарелку? Брамачари бросили в тюрьму, а он же этого не делал. Он не крал и думал, о, Господь, как же так произошло. Он очень расстроился и начал думать, вот если бы я не общался с этой девушкой, не ходил бы в ее дом, меня никогда бы не заподозрили в том, чего я не совершал. я бы сейчас не оказался в тюрьме, в таких условиях. Он был очень печален. Он сожалел о том, что случилось и молил Господу, просил спасти его. Дхакураджи согласился. Цитата. Цитата с Бхагавадгитой, что мой преданный никогда не погибнет. Если преданный совершает неправильный поступок и падает в маю, но не сожалеет, как же Господь его спасет? Но если преданный, поступив неправильно, чувствует себя виноватым, раскаивается, молится о помощи, то Господь спасет такого человека. И поскольку этот Брамачари раскаивался, просил Тхакураджи помочь ему, Господь подумал, но это же мой сэвак, надо помочь ему. Он привлекся этой девушкой. И Тхакураджи во сне явился царю и сказал, что этот Брамачари, мой слуга Пуджари, но он привлекся девушкой продажной. И чтобы освободить его от этой зависимости, я разыграл эту лилу. Я сам украл эту тарелку, поместил ее в дом этой девушки. Пожалуйста, высвободи его из темницы. И это одно из проявлений Майи. И также проявлением Майи является смартфон. Во Вриндаване был один Брамачари, который не последовал указанию Прабуджи. Прамешари Прабуджи, скорее всего, имеется в виду. Прабуджи сказал, кто живет в Мархе, должны сдать свои смартфоны. Если не можете этого сделать, то уходите из храма. А этот человек не соглашался. Он говорил, нет, я не могу отдать свой смартфон. Он не слушал наставления. И тогда ему сказали, ты чего хочешь, со смартфоном своим быть или в храме оставаться? Выбирай. Что-то одно. Человек в Майи выбрал смартфон, и ему сказали, ну тогда уходи из храма. И на следующий день он ушел. Что же произошло с ним снаружи, за пределами храма? Совершал ли он баджин? Нет, он перестал совершать баджин. Смартфоны очень опасны. Они источник Асад Санги. Неблагоприятного общения. Это не просто смартфон, это сам Кали Махарадж. Сам Кали Махарадж предстает в образе смартфона, потому что там столько грязи можно почерпнуть. Беломанг Гартакур выколол себе глаза, чтобы не привлекаться материальным, потому что он из-за зрения привлекся продажной девушкой, оставил свою супругу, а потом привлекся другой девушкой. И поэтому он выколол глаза, чтобы больше не привлекаться предметами материального мира. И затем он же обрек Даршин Багавана. Гурдев говорил, что очень тяжело понять, когда Майя тихонечко поклядется к вам и незаметно для вас потом схватит вас. Поэтому говорится, Садху, будьте осторожны, осмотрительны, тогда вы обретете благо. Всегда нужно быть насторожим. Те, кто совершают баджин, всегда должны быть осмотрительны, и тогда можно совершать духовную практику. Хорей-хорей-хорей-болу.